добрый вечер дорогие друзья как я обещал в утреннем эфире я хочу что вечерний эфир максимально избежал каких-то политических вещей я вам расскажу про китай я там был он меня поразил он меня натолкнул на много интересных вещей я за ним внимательно наблюдаю и хотел бы этим поделиться с вами давайте прежде чем я начну вставлять небольшие коротенькие видео маленькое вступление первый раз я попал в китай 10 лет назад мы с моим другом решили открыть там один бизнес и полететь на химическую выставку посмотреть что у них там есть прилетели мы в пекин все как нам и описывали все в смоге все страшно но зато грандиозное строение центр города но и встретил нас китай как обычно нам продали билеты на выставку химии она оказалась металлургической мы взяли билеты на семь дней хотели хорошо поработать начали гулять попали еще на одну выставку там я первый раз поразился увидев масштабы производства там представлялся как это стекольный завод у него линия протяженностью 40 километров без перерыва льют стекла мне тогда глаза первый раз на лоб вылезли я увидел ферму производства теплицу по производству помидор длиной 80 километров это конечно тогда безумно восхищала я не понимал масштабы но все что до относились как китай делает там ерунду гонит количество и все два года назад я попал опять китай у меня друзья предприниматели летели на кантонскую ярмарку которая происходит раз в году самая большая их был большой коллектив очень я решил просто полететь посмотреть может какие интересные идеи увидеть я посетил пять городов ездил на их них поездах 330 километров в час скорости это что я увидел два года назад ну не сказать что меня поразило восхитило меня где-то в глубине души очень сильно расстроило потому что я вернулся оттуда с мыслью всем своим партнером скал друзья нам до китая минимум 50 лет они за последние 10 лет что я увидел ушли в такой космос вот мы всегда говорим европа европа америка америка я тоже везде был тоже нравится тоже впечатляет ближе нам менталитет и мы как бы на китай не смотрели никогда а здесь я вам начну показывать вот например а когда я еще был последний раз меня туда восхитило мы сидели в каком-то кафе и у них по всем телеканалам выступал их не синдзипин они открыли самый длинный мост в мире по всем каналам показывали он идет всем условно через моря океаны до макао туда туннели подземные выныривает они его там строили пять лет тогда просто у меня смешило что он длиннее крымского моста там в пять раз а по стоимости в пять раз дешевле по сложности работ тоже гораздо сложнее и сразу же за этой новостью шли что арестовали мэра какого-то там большого города но у них город считается если в нем есть миллион все что меньше миллиона это не город это деревня вокруг везде уже стоят стоэтажные здания строятся колоссально дороги трехэтажной сейчас обо всем по порядку и после видео моста арестовали мэра и не помню я не буду китайскими словами бросаться пусть будет ганчжоу в подвале 2 миллиарда долларов наличными взяток но они стреляют коррупционеров уверенно хотя понятно как везде есть коррупция они вот я построил сегодня статистику только за этот год у них арестовано 150 тысяч государственных сотрудников либо за коррупцию либо за ненадлежащую работу и неправильное расходование государственных средств нам 30 лет это касается абсолютно всех беларусь россии украины не знаю казахстана всех постсоветских стран все рассказывают как обычно великом будущем при этом все кто находится власти они все планомерно грабят свои страны где-то диктаторы на себе все замыкают где-то кланы где-то семьи где-то олигархи но все равно все грабят страна не развивается теми темпами например как взять китай китай же за последние 30 лет собралась а производство всех мировых брендов всех технологий всего всего на свете и это сейчас мне кажется единственная страна в мире когда вот если ввиду какой-то колоссальный локдаун что помню может быть то на единственная страна в мире которая выживет у них есть абсолютно все у них единственная страна в мире есть абсолютно все технологии абсолютно все производства то на если захочет закроет свои границы и будут жить очень долго припеваючи и сильно сейчас кстати европа сильно жалуется китайские государственные компании выигрывают все тендеры если раньше европейские строительные компании строили там мосты дороги то теперь газ выигрывают все тендеры китайцы и предлагают цены там мост в стутгольме строят на 50 процентов дешевле хорватии где-то мост стоит на 60 процентов дешевле чем любые конкуренты турки там европейцы и все все будут только хвататься за голову они чем куда не деться делают уже качественно делают хорошо а так как производят больше всех в мире стали и металла то за счет того что одна государственная компания не собирается заработать этом готова держать сумасшедшие объемы работать на в два процента вторая дочерная государственная компания может этот металл подешевле завозить европу и допинговать и захватывать все рынки и качать точно также деньги с европы давайте по порядку и после этого я начал регулярно за китаем следить и у меня тут сохранился небольшой архивчик за год тех вещей которые меня в китае поразили вот они два года назад восемнадцатом году открыли не знаю первый в мире не в мире не знаю для меня это первый в мире порт по разгрузке грузов полностью роботизирован это не amazon почту возить это порт с контейнерами я нет ни одного грузчика где все грузовики роботы где все тележки роботы и он обслуживает 700 миллионов тонн в год его приезжал лично открывать синдзипинь смотрите как эта красота выглядит андра а вот 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 я еще тут добавлю к этому видео что порт работает 24 часа в сутки ни одного водителя не грузчиков впечатляет теперь что касается их него сельского хозяйства там у нас есть великий усатый колхозник нелетимный который сохранил тоже коммунистические колхозы то специально для тех кто там работает я вам хочу показать как работают коммунистические фермы и колхозы в китае и Продолжение следует... Продолжение следует... И видишь поезд в виде острого носа, такой космический аппарат. Когда ты садишься в него и по этим сваям летишь, у тебя на табло светится 330 км в час. А у тебя даже в чашке кофе волну не пускает. И ты понимаешь, что это не Япония, это не Америка, это Китай. Он уже в другом измерении технологическом живет полностью. Когда мы пролетали, я видел эти дороги. Музыка Да, конечно, видно где-то еще и поля заброшены и развалины. Но когда ты попадаешь в эти их города, как они называют от миллиона зрителей, ой, жителей. Ну, у нас... Я не знаю, как нас назвать. Ну, посмотрите, что они сейчас делают с городами. Это каждый город сейчас у них так выглядит. Музыка Музыка Продолжение следует... Мы когда, по-моему, в Ганчжоу поднялись в один из них таких домов стоэтажных, где ты до 75 этажа едешь на лифте, у тебя уши закладывают. Но это очень все быстро. Потом у тебя переход пешком в другой лифт, между 75-ми и до 90-го. Это гостиница внутри с пустотелостью. Ты видишь по периметру номера, это впечатляет. А потом поднимаешься на крышу, там находится бар. Бар настолько битком, что сесть негде, а виски 50 грамм 20 долларов. И сесть негде. И ты среди китайцев, иностранцев, понимаешь, люди уже живут. У них средний чек в ресторане, я бы сказал, что дороже, чем в центре города Киева. Они уже живут и позволяют себе очень многое. Мы были у наших друзей в одной логистической компании большой. И общались с собственником. Смотрим, у него одни китайцы. Я говорю, сколько ты им платишь? Он говорит, Саня, очень тяжело найти людей. Китайцы дешевле, чем на тысячу долларов, не пойдет ко мне грузчиком. А менеджеры, там у меня девочки китайки сидят, говорит, меньше 2000 долларов на работу менеджера ты толкового не найдешь. Это самые минимальные зарплаты. Я выкручиваюсь. Так что вот, понимаете, уровень их зарплат. И отсюда и цены. И специально у меня еще есть видео для учителей, которые очень сильно любят фальсифицировать выборы. Везде. Что в Беларуси, что в России. Вы должны думать не о фальсификации выборов, чтобы удержать свою преступную власть. Посмотрите, как Китай, например, ведет урок химии и обучает детей. Вот такой необычный формат, друзья, без политики. Если вы смогли досмотреть это до конца, значит мы на одной волне. А волна у нас следующая. Живи Беларусь! Слава Украине! Россия будет свободной! И как сегодня утром попросили добавить, Алга Казахстан. Хороших людей больше. Подписывайтесь. Всем классного вечера. Пока.